Приветствую вас. Сразу хотел бы сказать, что точный ответ на свой вопрос знаете только вы, и вы же сможете узнать этот ответ, если, например, ну, скажем так, в приватной беседе с психологом расскажете, например... Ну, допустим, если вы расскажете историю о том, что происходило с вами до наступления вот этих вот моментов, то есть, что было, что имело место быть в вашей жизни, какие события происходили, ну, именно у вас, именно в вашей жизни событий. Вот. Это на самом деле очень важный момент, потому что он этот момент напрямую покажет нам, что заставляет вас испытывать данные эмоции, что заставляет вас испытывать данные чувства, почему вы их испытываете, из-за чего вы их испытываете и так далее. То есть, прямой ответ, полный ответ, да, он лежит именно вот в вашей истории личной. И это, на мой взгляд, первое, что вам хочется сказать. Дальше. Следующее, следующее. Значит, с точки зрения психологии, именно вот если мы говорим с точки зрения психологии, то, что с вами происходит, можно назвать проекцией. То есть, вы проецируете на героев вот картины, на героев фильма, свои собственные чувства. То есть, что, грубо говоря, это значит? С одной стороны, с одной стороны, это означает, что вы по какой-либо причине считаете себя, ну, таким же человеком. То есть, вы также находитесь в той же ситуации. Вы находитесь в тех же условиях, что и герой картины, которого вы описываете в своем общении. То есть, вы считаете, что так же, как и он, вы находитесь в трудных для себя условиях, в трудных для себя ситуациях. И так же, как и герой этой картины, вы вынуждены преодолевать какие-то препятствия, для того, чтобы, значит, достигать успеха, для того, чтобы реализовывать свой успех. То есть, здесь идет, ну, вот такая вот трансференция, можно сказать. То есть, трансференция – это, ну, грубо говоря, это идеализация. Да, то есть, это идеализация именно вот какого-то героя. Героя фильма, там, книги, может быть, да? То есть, по-разному это происходит. В этом случае ваши слезы можно объяснить тем, что вы радуетесь, что кто-то добивается успеха, потому что это вселяет в вас уверенность, что и вы тоже сможете, значит, добиться успеха. То есть, это вас как бы, ну, стимулирует на новые какие-то свершения, либо на продолжение следования своей модели поведения. Вот. Дальше. Ситуация такая может быть еще, что вы напротив находитесь в положении, ну, скажем так, довольно неприятном для себя. То есть, вам тяжело, вы сомневаетесь в своем успехе, вот, вы не уверены в том, что у вас получится. Вы вообще, может быть, даже, ну, считаете, что у вас не получается. Считаете, что вы не успешны. И, соответственно, вам нужно куда-то уйти. Ну, например, если вам все вокруг внушают, что вы не успешный человек, а вы, ну, допустим, верите людям, да, то есть, ну, считаете, что они правы в том, что считают вас неуспешной, то в этом случае вам требуется такой, скажем так, заряд энергии для того, чтобы, ну, как-то вот выживать. То есть, это, по сути, такое, знаете, средство. Средство для хоть какого-то удовлетворения своих потребностей. Примерно как, например, ситуация со сном. То есть, во сне человек, он вот видит то, чего он хочет. И то, что в реальной жизни для него, по его мнению, да, недостижимо. Ну, или если человек считает так, считает, что это недостижимо для него. В этом случае, в случае, если вот эта вот ситуация, она ваша, то есть, если вы находитесь в такой, действительно совокупности обстоятельств, что чувствуете себя неуспешной, но смотря эти фильмы, вы выряжаетесь энергией, то тут, к сожалению, можно констатировать то, что вы уходите в иллюзии. И уход в иллюзии, он дает вам некоторое успокоение ненадолго. Но потом, потом, вы все равно возвращаетесь к реальной жизни, к своему реальному положению. И для того, чтобы вам все же вот именно по-настоящему быть успешной, я полагаю, что имеет смысл в обязательном порядке вам увидеть, что и почему мешает вам добиваться успеха. То есть, кто, например, мешает добиваться успеха. Кто или что. То есть, это вот такой очень важный момент. И если вы увидите, что вам мешают, если вы увидите, что вам не позволяют, не дают делать то, что вы хотите, если вы увидите, что действительно есть блоки и препятствия на пути, то вы сможете эти препятствия преодолеть. Вы сможете эти препятствия обходить, и тогда в вашей жизни появятся новые цели, новые желания. И смотря такие фильмы, какие вы смотрите, вы не будете плакать, а напротив, будете чувствовать, что вы находитесь на одной волне с этими людьми. Ну, людьми я имею ввиду в фильмах. И что вы к этим людям близки. То есть, все зависит здесь от того именно, чего вы хотите для себя. В общем и целом, ваше состояние можно назвать симптомом фрустрации. То есть, невозможности для себя достичь чего-либо. Вы компенсируете такими схожими переживаниями, которые на непродолжительный срок приближают вас к тому, чего вы хотите. Все это можно исправить, было бы желанием. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.